расскажите про покупки про какие про покупки про покупки про покупки про покупки про покупки про покупочки мои здравствуйте с вами Алла Дворецкова это передача о мелочах из жизни шапоголизм тема нашей сегодняшней передачи и у меня в гостях Светлана Анфимова психолог и Евгения Сорокина организатор пространства первый вопрос будет у меня Светлана для вас а что же такое здоровый здоровый шоппинг есть такое понятие есть здоровый шоппинг это когда мы идем за покупками когда они нам нужны и тратим деньги соответственно рационально а как же это вот побаловать себя мы так мало уделяем для себя но здесь есть тонкая грань между тем когда мы можем тогда потом все-таки критерии это только что необходимо нам да то что необходимо Евгения вот как правильно совершать покупки у вас есть конечно в первую очередь а желательно составить список идти за конкретные вещи со списком уже предварительно разобрав свою гардеробу а если не список ну я люблю списки за тогда это как раз прямая дорога шапоголизму покупки будут спонтанными хаотичными и зачастую эти вещи сложно будет организовать в какие-то образы вот так вот все строго да подскажите вот где та самая грань где вот этот уже шоппинг пусть даже с какими-то большими там частыми покупками переходит уже в шапоголизм здесь грань оценивается по поведению человека и потому какое количество времени он уделяет непосредственно покупкам то есть если мы берем норму нам нас есть то что нам нужно купить мы идем покупаем на Peter zakрывается а есть момент когда это у нас превращается в постоянную привычку которая отражается на всех сферах жизни например когда у нас мысль появляется навязчивая и постоянная о том что нам нужно обязательно купить вот эта вот эта они не обязательно это нам нужно иногда человек может даже не помнить что он купил в последний раз что было недавно, складируется большая стопка вещей, но у него остается ощущение неудовлетворенности, нужно купить это снова. Иногда люди таким образом свою самооценку повышают за счет того, что накапливают большое количество брендов, то есть это как атрибут некой статусности, принадлежности к какому-то определенному слою общества. И есть такая причина основная, что наша физиология так устроена. Мы себя комфортно чувствуем, когда у нас преобладают в организме гормоны радости. Мы так вот обобщим одним названием. И нам плохо, когда у нас высокий уровень стрессовых гормонов. И человек, учитывая, что внешний мир достаточно напряжен, и бывают проблемы внутри семьи, на работе, внутри личностные, он большую часть времени преобладает в состоянии напряжения, которые хочется сбросить. И, соответственно, он ищет способы, каким образом я могу это удовольствие получить. И у достаточно определенного слоя людей начинает связываться момент получения удовольствия и расслабления с моментом покупки. Потому что вроде бы как я делаю в этот момент то, что мне хочется, и мне от этого становится хорошо. Но, правда, потом, приходя домой, иногда человек может себя ругать. Зачем же я вот взял и потратил, как я вообще мог вот так взять и все купить. Хотя предрасполагает все к тому, чтобы человек покупал много покупок. Например, это красивые этикетки, это запахи. Допустим, пахнет вкусно булочками, ты как бы и не хотел есть, но у тебя это спровоцирует желание поесть. Или есть определенные запахи, которые активизируют центр позитивных эмоций у нас в головном мозге. И это тоже способствует тому, что начинаются бесконтрольные траты. И в конечном итоге человек подсаживается на эту дофаминовую, скажем так, систему. И это переходит уже в пагубную привычку, когда теряется контроль, и человеку кажется, что я могу чувствовать себя хорошо и свободно, только если я вот нахожусь в магазине, и меня как-то там все расслабляет, и я могу там. Вот, например, когда смотришь на девушек и видишь, что у нее здесь бренд, там бренд, воспринимаешь это либо как безвкусицу, либо человек может... Так, я сбилась теперь с мысли. Что есть много у вас, вы наблюдаете в сетях, что люди с брендами. Светлана, вот интересный момент, вы сказали про бренды. Например, если я вижу девушек, и у них действительно много брендов в одежде, а порой это смотрится безвкусно, лично для меня, порой очень даже красиво. И можно сказать, что эти девушки закомплексованы. Как вот различить здесь? Здесь различить очень просто. На самом деле ничего плохого нет в том, что человек может позволить себе какую-то хорошую, качественную одежду или товар. Здесь речь идет о том, если человек ставит бренды выше всего и начинает это демонстрировать так, что пытаясь превознестись над какими-то другими людьми. А вот когда они людей судят тоже по брендам. Да, судят по брендам. Это тоже как бы неверно. Потому что у нас есть, должны быть другие человеческие стороны личности, которыми мы должны гордиться. И если у человека какие-то сферы жизни неразвиты, например, он в чем-то не удовлетворен, у него комплексы внутренние, ему может казаться, что именно атрибут дорогой жизни он меня как-то будет по-другому позиционировать, и я буду чувствовать себя значимым за счет этого. И поэтому у него незаметно, но вся трансляция его во внешний мир может свестись к теме о том, вот какую я очередную сумочку купила, какую вот это, вот здесь кофточка, здесь то, здесь все. И теряется сама личность за вот этим антуражем. Хотя по факту в этом ничего плохого нет. И когда человек самодостаточен внутри, он прекрасно там хорошо одет в брендово, но это не становится предметом возведения этого в культы, демонстрации, что это вот самое главное, что у него в жизни есть. Но мы не вводим сюда людей, которые ведут такие специфические блоги, например, простилили. Конечно, ну конечно, это их работа. И у них специально так все сделано. А вот подскажите, вот причины, как сейчас много шуток на тему того, что это все из детства, это на самом деле так? Да. Чем больше мы недолюблены с детства, чем больше мы были в дефиците, тем больше нам хочется во взрослом состоянии это все скомпенсировать. Поэтому если нам не покупали много игрушек, мы ждем, когда мы станем взрослыми, мы сможем больше зарабатывать, чтобы пойти и ощутить свободу. Это ощущение контроля и как бы власти над жизнью, управлением своей жизнью. Что я могу сейчас пойти и сделать то, что мне хочется. Поэтому девочки и мальчики проводим некий самоанализ своих покупок и самоанализ себя. Потому что мальчиков это тоже касается. Да, в большей степени, конечно, женский пол этому подвержен, но мужской тоже имеет место быть. Евгения, скажите, пожалуйста, вот нужно ли расхламляться? И самое главное, как? Конечно, расхламляться я бы рекомендовала в межсезонье два раза в год, то есть весной и осенью. Почему именно в межсезонье? Ну, потому что у нас по временам года, то есть мы зимой можем носить какие-то вещи из осенних, например, и также весной и летом в холодную погоду мы можем носить там пиджачки, которые у нас летом, то есть на холодную погоду, весной они идут под верхнюю одежду. Вот, как правильно расхламляться? Вот вы в какие месяца расхламляетесь обычно? Ну, в начале весны, то есть в марте, и в начале осени, в сентябре. Вот, как правильно расхламляться? Нужно достать всю одежду, которая у вас есть, желательно разложить ее на полу, чтобы видеть общее количество вещей. Также мы сразу убираем вещи, которые вышли из строя, то есть растянутые, в катышках. А как же куда-нибудь на дачу? Ну, можно на дачу, но как бы они убираются. Самое главное убрать из своего пространства в доме. Вот, раскладываем по образам, составляем четкий список, что докупить, и с этим списком уже идем и докупаем базовые вещи, которые будут сочетаться хотя бы минимум с тремя другими вещами в гардеробе. А как же вот, например, что мода циклична, и все потом вернется, и пусть она полежит в шкафу, эта вещица? Ну, это больше относится как раз уже к шоколизму. Если говорить про минимализм, про четкость, про организацию как раз, хранение вещей и так далее, то я бы рекомендовала строго по списку. А можно я вставлю небольшую ремарку по поводу расхламления? Дело в том, что вещи, они несут эмоциональную память. У нас каждая вещь связана с каким-то событием. И иногда человеку бывает сложно выбросить то, что он уже не использует, потому что ему дорогие воспоминания. И воспоминания зачастую не всегда позитивные. Это может быть там воспоминания о первой любви несчастной какой-нибудь, или о тяжелых отношениях. И вот мы не можем расстаться с футболочкой, которая там принадлежала тому, кто об меня ноги вытирал и тому подобное. И как бы вот это вот все упиваемся этим. На самом деле, когда мы имеем возможность все это убрать из своей жизни, у нас ментально освобождается место для прихода в жизнь нового. Поэтому перебирать вещи и наводить порядок – это крайне важно. Поэтому, девочки, обратите на себя внимание, кто вдруг страдает по какой-то вещице, да, и сами себя еще мучают, да? Да, надо посмотреть, почему я страдаю. Меня на самом деле, она подпитывает мои страдания и жертвенное состояние. Или меня эта вещь вдохновляет. Если, например, это связано с приятным событием, и вот в этом платье я там, значит, где-то благоухала, ходила и вдохновляла всех, то это хорошая вещь. Или, например, человек хочет похудеть, и когда-нибудь влезть в это платье. Вот это очень интересный момент. Если человек хочет похудеть, и держит у себя про запас вот это платье, это работает во вред. Потому что каждый раз это платье напоминает тебе о том, что ты не в том весе, в котором хочешь быть. Поэтому в идеале здесь следует пойти в том весе, в котором человек есть, купить себе платье то, которое ему будет по размеру в этот момент, начать любить себя и принимать себя уже в нем. Тогда у нас нормализуется внутреннее состояние, успокаивается нервная система, обмен веществ тоже восстанавливается, лишний вес постепенно уходит, и так вы придете к тому платью, которое вам было необходимо. А это получается такой синдром немножко отложенной жизни, на самом деле, это ловушка мозга. Смотрите, как глубоко мы копнули. Светлана, вот расскажите нам тогда, как же избавиться от шопоголизма? Я здесь соглашусь с Евгением, которая говорила о том, что нужно планировать свои покупки, заранее анализировать, составлять список того, что нужно, смотреть, насколько это все рационально, и отследить свои эмоции. То есть, когда я иду, я на самом деле иду, потому что мне действительно что-то нужно, или я просто иду за очередной порцией некого такого внутреннего расслабления, которое приведет меня опять к каким-то неоправданным тратам. Проанализировать вообще, в принципе, свои какие-то жизненные цели, планы, и увидеть, что мне необходимо для того, чтобы их реализовать, это тоже поможет, кстати, выстроить список необходимых вещей. Иногда отсутствие планов на жизнь и четких приоритетов, оно порождает хаос внутренний, из которого люди берут просто вот все, что попало, но бесцельно. Спасибо. Евгения, подскажите, вот как вы пришли к тому, что организовываете свое пространство? У вас всегда было все так четко, или, возможно, у вас был какой-то неудачный опыт, который вас научил этому? Конечно, был неудачный опыт, как и все, наверное, люди. Я подвергалась моментам шопоголизма, особенно в период распродаж, когда хватаешь какие-то вещи, понравилась кофточка, приносишь ее домой, а в итоге она не подходит там практически ни к чему, начинаешь уже под эту кофточку что-то подбирать. И в какой-то период времени я стала просто в интернете смотреть какие-то образы, которые мне нравились, разложила как раз все свои вещи, посмотрела, что у меня к этому образу есть, к тому, и начала составлять списки. И так на самом деле упрощаешь себе жизнь, когда знаешь, что у тебя есть, допустим, три готовых образа, и ты можешь с легкостью там что-то дополнять, менять. Это очень удобно. Во-первых, это экономия времени, экономия средств, то есть множество плюсов. Спасибо большое. Я вот хотела дополнить по поводу скидок и вот таких моментов. Очень важно сохранять осознанное состояние, то есть крепкий разум, когда мы идем. Потому что у человека есть базовая потребность физиологическая, это потребность в новизне. И когда... И плюс, знаете, наше такое ментально, наверное, вшитое, что может не хватить. И вообще, как говорят, если ты хочешь, чтобы был спрос, нужно создать очередь, да? Вот. И поэтому все направляется на то, чтобы человек покупал. Например, сейчас самое модное, что я вот наблюдаю, ликвидация. То есть у нас в себе везде ликвидация. И невольно человек, значит, на это ведется и бежит и скупает, опять же, то, что не нужно. Или вот те же самые скидки. Поэтому очень важно знать, наверное, механизмы, как и с точки зрения маркетологов тоже устроено пространство, у которых задача это продать. А нам нужно понимать, где на нас что влияет, чтобы уметь этому противостоять и сохранять разумные отношения к покупкам. Хорошо. Светлана, вот теперь скажите, как же понять, что ты сам уже не справишься вот с этим состоянием и что нужно обращаться уже к специалисту? Если вся жизнь подстроена под то, что мысли только о том, чтобы что-то купить, если у человека начинают образовываться долги, если начинают пропадать вещи из дома какие-то, взятие кредитов только под то, чтобы все покупать бесконечно, при этом, конечно, пойдут и клинические симптомы, вроде нарушения сна, бессонницы, раздражительности, агрессии по отношению к другим людям, которые, например, могут делать замечания или говорить, что же ты опять очередную вещь купил. То есть нетерпимость. То есть покупки уже не приносят радость и все время в состоянии депрессии? Да, они либо не приносят радость, либо они приносят, но она настолько коротковременна, что потом снова человек попадает в этот замкнутый круг и идет снова. Но плюс страдает его социальная жизнь. То есть когда он не включается в те процессы, которые привычные, как-то перестает общаться с людьми, агрессивно реагирует. Там разные формы есть. Если же кто-то уходит, например, в агрессию, в такую психотическую стадию, скажем так, а кто-то в депрессию, просто уже впадает в апатию и просто ему уже ничего не учится. Но это все лечится? Да. Это лечится при своевременном обращении к специалистам. Это долгий процесс? Психолог, психотерапевты, в крайнем случае психиатры. А вот, например, человек, если сам не хочет, но вроде бы ладно, схожу, посмотрим, что там скажут. Ничего из этого не выйдет? Человек должен сам внутренне хотеть? У человека должен понимать, что с ним происходит что-то не то. Вот это, наверное, самое главное, что побуждает человека, осознание, что что-то происходит не так, и мне надо с этим что-то делать. Может, не знать, что делать, но сам факт, что что-то не то, вот оно побуждает человека пойти и узнать. Если это делает родственник, который видит, что все плохо, а сам человек этого не осознает, здесь эффект от терапии или от лечения, конечно, он будет ниже. Потому что нужно работать, а человек не захочет работать над собой. Спасибо большое. Поэтому не стесняемся, обращаемся к специалистам, если вы в такой ситуации. Евгения, что вы пожелаете нашим зрителям? Я бы пожелала совершать рациональные покупки, но отправляясь на шоппинг, все-таки задумываться о том, покупая какую-то вещь, будет ли она любимой и окружить себя любимыми вещами. Спасибо большое. Светлана. Да, я пожелаю, чтобы было много привычек хороших и полезных у людей, чтобы шоппинг это был одной из такой прекрасной, замечательной привычки, которая бы приносила радость, но наряду со всеми остальными. Тогда в шопоголизм никто не свалится, а все будет очень сбалансировано, распределено. Спасибо большое. Я надеюсь, что этот эфир для вас был очень полезен. А мы с вами увидимся в следующем эфире на Ульянской правде. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова